Панику организовать легко. Зачем люди опустошают полки в магазинах? Панику организовать легко. Зачем люди опустошают полки в магазинах? 15-54-16 марта 2020 года. Обновлено. 16-14-16 марта 2020 года. РИА Новости. Виталий Тимкиф. Покупательница в торговом зале магазина «Магнит» в Краснодаре. РИА Новости. Виталий Тимкиф. Москва. 16 марта. РИА Новости. Мария Марий Кян. В общественных местах людей в медицинских масках все больше. В аптеках скупают противовирусные и антибактериальные средства. С полок супермаркетов исчезают крупы, консервы и хостовары первой необходимости. Несмотря на заявления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров о том, что продуктов в России хватит на всех и дефицита не намечается, люди все равно запасаются на черный день. А ситуация с коронавирусом в мире с каждым днем ухудшается. Откуда берется паника и как ей противостоять в материале РИА Новости? Защитный механизм. Мозг человека устроен так, что новость о какой-либо опасности воспринимается эмоционально. И не случайно, предкам это, по сути, обеспечивало выживаемость. Поэтому вполне естественно, что, когда со всех сторон твердят об угрозе жизни и здоровью, включается инстинкт самосохранения, объясняет доктор психологических наук, научный сотрудник Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Мария Киселева. Любые негативные сообщения люди начинают пересчитывать, акцентируют на этом больше внимания. Включается защитный механизм. Человека переполняет тревога, которую он не в состоянии контролировать. 10 марта, 8 часов. Куда исчезли медицинские маски и защитят ли они от коронавируса? Она также отмечает, что острее люди реагируют даже не на возможную угрозу здоровью, а на неопределенность. Никто точно не знает, когда и чем все закончатся. Люди понимают, что вероятность встретиться с вирусом минимальна. Но от этого спокойнее они становятся. Поэтому, чтобы не поддаваться панике, необходимо понять условия игры. То есть человеку необходимо принять ситуацию, осознать, что с ней работают профессионалы, все, что нам остается, выполнять рекомендации врачей, ограничить контакты, тщательнее мыть руки, соблюдать личную гигиену. Деньги на ветер. Перед тем, как идете в магазин, составьте список действительно нужных продуктов. Не стоит скупать все подряд. Особенно то, что вы в жизни никогда не ели, или то, чем не пользовались, рекомендует доктор психологических наук. Если станет легче от того, что вы запасетесь непортящимися товарами, купите. Но брать то, что может быстро испортиться, не стоит. Что касается медицинских препаратов, тут тоже не нужно делать особых запасов. Вы просто пустите деньги на ветер. 8.53. РУСПРОЦСИСКЛЮЧИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЕФИЦИТА ПРОДУКТОВ В РОССИИ. СЕТЕВАЯ ГИГИЕНУ. В свою очередь, врач-психотерапевт высшей категории и психолог Александр Федорович, комментируя начавшуюся панику, акцентировал внимание на том, что следует внимательнее относиться к тому, что появляется в сети, которые уже заполонили фейки, и выбирать достоверный источник информации. Иными словами, соблюдать сетевую гигиену. Проблема в том, что те, кто склонны к тревожным настроениям, не могут мыслить рационально. Все, что они видят и читают, принимают за чистую монету, уточняет врач. Это нельзя назвать панической атакой. Ведь люди отчасти стали жертвами маркетологов, готовы скупать маски втридорого. Сложно давать какие-то рекомендации для слишком тревожных, и это скорее объект работы психотерапевта. Впрочем, он настоятельно советует не распространять панические настроения. Если вы уверены, что, закупившись всем, чем только можно, спасетесь пусть будет так. Но не нужно требовать, чтобы так же вели себя люди из вашего близкого окружения. Панику очень легко организовать, а вот избавиться от нее совсем непросто. Субтитры создавал DimaTorzok